Коллектив телеканала «Наше национальное телевидение» посетил один из самых масштабных строительных объектов нашей республики. Духовный центр имени пророка Исы. Мир ему. Журналистам провели экскурсию по центру и мечети пророка Мухаммада. Мир ему и благословение. В числе гостей оказалась и наша съемочная бригада. Наблюдал за ходом строительства Камиль Девятов. Это то самое место, где в скором времени будет самая большая мечеть не только в Дагестане и Северном Кавказе, но и в Европе. Тройка названа народной, исторической в том числе. Когда говорим «Дагестан», мы знаем, подразумевается имам Шамиль, Расул Гамзатов, известные люди. Но в скором времени, именно отвечая на ваш вопрос, когда скажут «Дагестан», все подумают «Духовный просветительский центр имени Иса Мир ему». В месяц Рамадан для журналистов нашего национального телевидения администрация Духовного центра провела отдельную экскурсию. Нам показывали смотровую площадку, рассказывали, как вообще здесь все будет располагаться. Но по рассказам это очень красиво, надеемся, что лет через пять мы на самом деле увидим эту красоту. ННТ не первый день говорит о строительстве Духовного центра. Но впервые весь коллектив смог воочию полюбоваться и узнать о будущем этого объекта. Когда я узнал, что за полтора года достигли того, что мы сегодня видим, это меня просто поразило. И я по-настоящему уверен в том, что каждую неделю, я не говорю, что каждый день, но каждую неделю я с удовольствием буду выяснять, что нового произошло, какие новости. Говорят, что здесь будет прямо эфир вестись, который каждый человек сможет посмотреть в любое удобное для него время. То есть, ну, по-настоящему масштабы просто восхищают. Уникальность Духовного центра заключается в том, что на территории, помимо мечети, которая носит имя пророка Мухаммада, мир ему, будет также находиться школа, детский сад, исторический музей. И, конечно, все это украсит зеленая аллея, которая будет носить имя великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. Эта мечеть, она носит имя посланника Аллаха, алейсаратусалям, Мухаммада. И она является аналогом той мечети, которая находится в Медине, где похоронен сам посланник Аллаха, алейсаратусалям. Поэтому в виде этой мечети, она еще больше будет нас ближать, еще больше увеличивать любовь к нашему пророку. Потому что здесь будут люди получать тепло, будут получать позитивную энергию, будут получать эмоции позитивные. И это место, где будут люди проходить и только радоваться. Строительство духовного центра уже объединило дагестанцев. А побывавшие на месте, где идут строительные работы, обещают вернуться сюда еще не раз. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.